это просто праздник какой-то здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта я сегодня в непривычной одежде как видите на мне штаны и обувь теплая волновые чуни и почему это потому что мы лезем высоко сегодня 5 800 хочется быстренько прыгскок слетать для этого все есть есть планер есть волна и хорошее настроение и ну это бы каждый раз видите эти вот эти волны и так далее я хотел себе рассказать про камеры и предложить добыть себе камеры от нашего планера то есть у нас четыре камеры эти четыре камеры мы попробуем каким-то образом реализовать подписчикам каналами что летать там сейчас будем решать в воздухе я заодно вам расскажу про эти все камеры на которой снимал какие камеры я хочу купить как я хочу вообще апгрейдить планер для съемок то есть достаточно интересная тема съемки в воздухе погнали одну камеру я сразу поставлю эта камера которая снимает хвост это gopro 10 и вот такой красивый powerbank к ней здоровенные который позволяет этой камере снимать полный день даже два дня она может с него снимать потому что кучу кадров мы потеряли например с монблана сакарный был возврат домой и маленький powerbank он уже был но был маленький он просто разрядился на шестом часу полете два часа выпало пока камеры повесишь это нужно на полет реально минут на 15 раньше приезжать потому что еще нужно для начала стереть то что снимали в прошлый раз вот а если камера начинает виснуть а gopro 10 обожает это делать вот это например сейчас зависла опять же не выключается выключение выключение выключить это мы теряем золотое время оп а теперь не включается друзья я не включается включилась сейчас я сотру все что снимал потому что на самом деле очень тяжело ориентироваться в куче файлов там она когда несколько дней подряд снимает замаешься все есть контакт проверяю все установки включаю запись отлично начала писать и устанавливаю камеру в гнездышко об это обычная совершенно точка крепления от gopro и она держит скую камеру на скорости до 250 км в час мы проверяли выше быть быстрее не летали и пауэрбанк на липучке будете смеяться но это прям опять же все работает все вот так летает вепри с камерами никаких проблем нет к тем не не устраивает эта камера я хочу gopro 11 поставить а то что там более квадратная картинка можно будет брать ракурсы ниже выше то есть это именно та причина потому почему я меняю хвостовую камеру gopro 8 на gopro 11 снимать контент огонь мне помогает антон и денис они оба сегодня слетают сегодня два вылета и в этих вылетах вы посмотрите на их искреннюю радость от полета и слаженную работу нашего экипажа в непростых метеословиях потому что дует ветер порядка 18 метров в секунду у нас будет на высоте 100 метров по плану а выше все 100 так что поржем немножко итак друзья вот в такой непрезентабельный выбег бы виде я дело в том чтобы чтобы подключить микрофон беспроводной вот такой к gopro на которой действительно неплохо пишется звук gopro 10 ну и к 11 тоже нужен вот этот переходник дебильный это и вы поймете как я выгляжу как полный идиот вот сейчас такой конфигурации меня это бесит это все в поле зрения поэтому я использую в медиа модуль но медиа модуль увеличивает вес и без того не сильно легоньки камера до пределов когда я уже головой махать не могу поэтому у меня один один из вариантов это использовать в кабине диджай action 3 по моему называется на него можно сразу воткнуть через би вот этот вот модуль радио и все и будет дальше писаться звук хорошо то есть вот этот нюанс я пока не решил еще как медиа модуль как выглядит вот так вот эта рамка вот такая и минус медиа модуля и он постоянно вот так закрываешь открывая чтобы карточку выкрутить камеру часто вынимаешь и в результате у меня два медиа модуля же просто умерла то есть они перестали работать писать звук то есть где-то где-то что-то обломалась внутри и не работает каждый видит стоит 100 евро как бы ну честно говоря жалковато мне кажется взять сделать нормальный выход на микрофон в камере было бы очень правильно но сам микрофон у меня роде вот такой прекрасно работает позволяет не иметь проблем с ветром который сейчас дует им минимизирует шум в кабине который идет при полете сейчас все увидите от винта запускаем мотор сяр лоботей идея виктор декуляж мистер норк так далее моторчик остановился сейчас чуть увеличиваю скорость винт пойдет в вертикальное положение найдет и вот автоматическая уборка пошла очень мне нравится эта функция джи 500 просто планер реально фантастический а вход волну вон ротор на облако слева висит она демаскирует вот волну сейчас мы здесь наберем сначала в динамике от вот этого скончика и потом бодренько попробуем перескочить волну явно должно все присутствует в горах выпал свежий снег мы чувствуем его с большой высоты посмотрим время сегодня 5 ноября по моему есть 5 ноября до сейчас друзья видите как я выгляжу отвратительно с этой вот балалайкой рядышком поэтому вот так оставлять конечно конструкция категорически не хочу я понимаю что это можно как-то приладить камере облагородить еще что-нибудь но вес вот этого переходника но по сути сопоставим с весом медиа модуля если я хочу снимать на gopro 11 стоит у меня увы придется раскошелиться на чертов медиа модуль ну хотя с которым я постоянно снимал в некотором роде он достаточно удобен то есть на нему сразу крепление под микрофон есть нормально но вот почему и быстро вышел из строя медиа модуль дело в том что gopro 11 периодически висла вот эта камера и не нравилось то температура то еще что то то есть она вот летом планере снимать реально нормально не могла поэтому больше там пяти минут скажем так и я маялся то она выключится то она зависит то еще что-нибудь или перепрошивал ее это много раз и так далее мало это помогало поэтому я однозначно решил от 11 десятки избавиться говорят что 11 намного терпимее к перегреву и наверное это один из аргументов чтобы ее выбрать посмотрим насколько она там реально терпимее к этому перегреву более морозоустойчивый аккумулятор это важно потому что восьмерки на хвосте у меня периодически замерзают посмотрим выдержит ли сегодняшний полет это восьмерка так что сейчас буду потихонечку подниматься чтобы вам было еще интересно немножко за полетом следить вот я сейчас набираю потихонечку в динамике вот наш аэродром набираю высоту и планирую выскочить волну как выскочить я вам покажу съемка сейчас идет картинка с gopro 9 с насадкой такой рыбий глаз насадка принципе неплохо она снимает и здесь девятка оказалась более устойчивы по перегреву то есть она у меня практически никогда не подводила никогда не перегревалась единственные минус девятки то что когда ее коннектил с микрофоном роди то она давала очень мощные шумы и я все режимы менял никак это победить не смог может быть надо было очередной раз перепрошить или еще что-нибудь чем я не так и не смог нормально соединить девятую камеру с микрофонами там у меня есть ролик характерный там называется убийца за штурвалом вот там как раз первый раз я пишу на микрофон но правда один канал забыл подключить и так далее но в любом случае качество звука там отвратительно это меня конечно очень расстраивает при хорошем материале плохое качество звука и никто смотреть это не будет твой закрылок переставляю на 5 сбрасываю скорость до 90 километров в час и начинается магия вот посмотрим за сколько мы с денисом поднимемся на высоты 5800 метров я думаю это будет достаточно быстро с учетом силы волны и силы ветра как как ротор выглядит вот я четко причетку вам его и перед этим роторным облаком как раз стоит волна денис как тебя нормально красиво да не верится даже смотрел на на картинки по youtube на видео а тут своими глазами мысли материальные да слушай ну посмотри мне очень нравится смотреть всегда на вот этот тут торжество энергии после как вот это все перемешивается одно облако под другое как это все вот как котел такой клокочущий колокочущий котел энергия я немножечко сдулся по ветру друзья так делать не нужно вот сейчас видите хорошо как выплевывает вот этот ротор вот там восходящий как раз сторона вот этот получается такая вращающаяся структура и дальше это все сдует ветром и дальше выплюнет новое что-то такими порциями идет о честно картинки хорошо видно мы летим и насколько нас наши восьмерки первоначально из дула вот здесь навигация очень сильно помогает еще раз вам картинка на ротор то что нам помогает увидеть место где стоит волна и при этом как вы видите впереди облаков больше это классическое состояние это от гренобля идет воздушная масса она на каждом колбе так вот вы ее выстреливает потом она опускается воздуха постепенно осушивается и дальше сторону так сказать юга то есть марсель ница никаких облаков нету только что линзочки за газа же зажгутся попозже вечером высота 2700 метров видите какую будут как бы зябру нарезали и на этой высоте волна подсдохла не знаю причин может быть ветер ну ветер 47 километров в час внизу даже был посильнее бывает да так что на высоте какая-то такая локальное уменьшение ветра и в этом случае волну выключают вот я показываю вам ущелье по которому как раз разгонялся ветер прыгал на вот этот хребтик и дальше вот как крыло следует вот выплевывает из-под нас роторное облако я сейчас пишу на камеру gopro 9 и пишет родной микрофон gopro 9 вы можете примерно ощущать как как она вот какой звук и так далее и тому подобное ну и как моя морда выглядит вот если какие-то искажения то есть на ней достаточно большой супервью стоит режим и она сейчас снимает на очень большой угол вот как допустим на максимум выглядит кабина да удобно когда нужно показать как и пилотируешь вот тогда захватывает целиком на gopro 11 будет еще лучше потому что там картинка будет квадратная то есть сейчас у нас 6 на 9 по моему стандартный вариант видео на ю тубе и когда я снимаю с головного вот этого убора своего то я или вот так камеру избыточно наклоняю или слишком сильно и подымали снимаю небо поэтому достаточно сложно понять сколько же нужно а когда картинка квадратная и всегда можно из нее нужно и можно вырезать нужный кусочек но это вот одна из причин по которой я хочу все таки перейти на камеру gopro 11 2800 метров очень медленный набор около метров в секунду здесь такое часто бывает вот конкретно в этом месте я хочу перепрыгнуть туда вот горе а поттер и попробовать взять волну там потому что конечная цель это пик дебюр с возможность выйти на пик дебюре на 5800 метров поэтому я принимаю решение покинуть эту гостеприимную волну переставляю закрылок и на 10 а минус 10 градусов и разгоняюсь сейчас моя скорость будет около двухсот километров в час конец зеленого сектора и занимаю и стремительно двигаюсь в сторону горы а поттер которая по идее должна давать более сильную волну снимает камеру gopro 9 на свой микрофон шумы достаточно большие должны быть потому что нам ветер обтекающий кабину будет пусть дорог ну и мы вперед мчимся тоже неплохо и и и и и и и заряд на батарейке остался у гоупры 37 процентов это очень немного по на снимали бы материалу но может быть минут на 20 то есть конечно меня это очень раздражает короткая жизнь батарейки говорят что 11 вроде как все поприличнее будет и а как вариант альтернативный gopro 11 я рассматриваю диджей action 3 потому что по слухам там по тестам жизнь батарейки значительно больше под батарейки удобный кейс есть которым они сразу заряжаются такой как пауэрбанк сразу и вот когда все вот так по кабине валяется как вы видите туда кислород и все и очень удобно было бы иметь кейсик и раз у тебя батареечки раз поменял с этим всем работаешь и опять же плюс action 3 в том что к ней напрямую подключается радиомикрофон диджей тоже вышел новый классный и это все он хорошо дружит удобно спаривать минус единственный action 3 будет что не будет вот этой картинки квадратный из которой можно что-то резать с другой стороны там говорят что в своем классе самый большой угол обзора у камеры может быть вполне хватит хочется попробовать и action 3 и gopro 11 и gopro 11 на хвост и возможно я как раз куплю сразу все три камеры кардинально обновлю парк свой заодно будет возможность поснимать и теме теме посравнивать и подзарядился от powerbank а вот такой у меня powerbank замечательный очень высокого качества высота наша три тысячи четыреста сорок метров и у нас планах перескочить наверное пик дебюру может окончается время который мы планировали потратить на этот полет высота все таки три с половиной и пик дебюра будет сильно волнаем и быстро поднимемся вверх либо в общем то в любом случае достаточно этого будет разворачиваюсь по направлению пик дебюра и ускоряюсь переставляю закрыл окна минус 10 увеличиваю скорость и сейчас можно будет сравнить опять же шумоподавление вот это вот насколько шум очень сильный в кабине потому что представьте вот за этим стеклышком 200 километров в час поток набегающий звук и дойдет на самом деле не столько вот в передней части сколько немножко сзади поэтому очень мне важны микрофоны и качество насколько они способны фильтровать вот этот дополнительный шум и нормально писать голос если как сейчас максимально приблизил микрофон по идее качество должно быть хорошая но тоже не могу я тебе его в рот все время совать нормальном положении у них этого так зафиксирован подходим к дебюру обсерваторе на его вершине представляю как сейчас страшно парапланилистам которые представляют как дует ветер со скоростью 63 километра в час такой страшный ротор за этой горой а мы ведь в этот ротор ездим целенаправленно я рассчитываю что где-то впереди будет волна высота 2 800 неприятная высота то есть она уже предельная то есть сильно ниже к дебюру лезть опасно будет очень сильная тряска но деваться мне уже некуда не хочу дойти до волны и пошли минуса сейчас кара кстати на строне хорошо видна тропинка по которой можно было бы подняться на пик дебюр а на пик дебюре сейчас свежий снег стрелка вариометра на минус 5 ближе смысла нет подходить я понимаю что уже волны не будет и срочная эвакуация уходим и теперь я попробую еще один вариант бывает так что волна стоит между пик дебюром и следующей горкой где-то посередине но сейчас я отгребу чертей потому что я сейчас ниже склона и нас сейчас будет ковырять я чуть-чуть уменьшаю скорость где-то до 160 чтобы минимизировать вот какое-то крыло от бедной вепри как же по нему сейчас долгит и вы сейчас можете кстати оценить насколько гоупро 10 вытягивает картинку стабилизации крыло шебуршит в планере все качается а картинка достаточно ровно идет конечно вот эта стабилизация современных планеров камер это огромный плюс который позволяет даже таким непрофессионалам как я более-менее адекватно снимать видео и делать хорошую картинку представляете да мы пришли подошли к склоном ничего не нашли там и нашли на приличном удалении от пик дебюра волну такое здесь бывает как ориентир там внизу есть карьер такой характерный сейчас я вам покажу карьер под нами делаем круг подсчета над ним летим в сторону аэродрома потому что я думаю для первого раз для первого раза более чем хватит как тебе денис сто процентов хватит все погнали домой аэродрома скорость 160 км в час мы на аэродромом переключать уровень сигнала сейчас минимум а сейчас раз серединка вот на серединке оставляю посмотрим как бы мне кажется сам надежный вариант камера на лбу угол я вроде как подобрал что было видно наверное ручку и все остальное вот аэродром садится я буду против ветра ветер сильный придется садиться от склона будет мешать очень солнцем заходе я уменьшаю скорость и выпускаю шасси об шасси за бортом закрылок ставлю на позицию 10 на ленинг ставить не буду потому что высокая скорость может быть на заходе соответственно есть шанс повредить закрылок то есть его не используют для посадки в сильный ветер скорость буду использовать 130 поворачиваю в сторону склона докладываю сцер лоботия танго румью downwind landing to north склон очень тяжело подходить друзья потому что его вообще не видно так что я отворачиваю от склона заранее буду подальше от него держаться вот что значит все таки вот это освещение встречное фактически чуть-чуть поближе к склону скорость 150 избыточная на полностью воздушных тормозах я иду 140 скорость сейчас хорошо сейчас чуть-чуть я тормоза уменьшил вот совсем уменьшил наворачиваю оптили увеличил оп да неприятненько вот просадила и сейчас спокойненько буду сбрасывать скорость лечу 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 мягенькое такое касание опа-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу оп хорошо и буду останавливаться сразу на травочке оп красота приземлились порядок столкновение неизбежно что же делать и мы его перепрыгиваем минус 7 7 метров в секунду офигеть сейчас вот до самой от одея не бывает ой а нифига себе как нас отживала это просто праздник какой-то а давайте вам покажу закат еще раз она как и ты показываешь это браконьерство просто это вот убой можно сказать